Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. В среду стоит отказаться от личного транспорта и начать бороться с вредителями. Эти темы стали основными на планерке главы Сочи. На курорт не только за загаром, но и за новым лицом. Южный центр пластической хирургии создается в Сочи на базе горбольницы номер 8. В Сочи изъято больше 100 литров вина. Нелегальное спиртное стало предметом рейдов во всех районах курорта. В центральном районе Сочи обновятся 5 детских площадок. Одну из них расширят за счет сноса бывшего магазина. В Сочи сегодня пришли долгожданные осадки. В городе прошел сильный дождь, а над морем сформировались смерчи. Это с одной стороны красивое, а с другой стороны опасное явление можно было наблюдать сегодня утром в районе 10 часов. Над морем в считанные минуты образовалось сразу несколько гигантских воронок разных форм и размеров. Смерчу явление довольно частое на Черноморском побережье. Такие воронки появляются тогда, когда плотность воздуха над морем, то есть в нижнем слое, становится намного больше, чем в верхнем. Из-за сильного перепада давления воздуха заодно и воду засасывает вверх, в тучи. Смерч затягивает в себя много тонн воды, а затем громадным потоком обрушивает все это на берег. Добавлю, что опасность формирования смерчей над морем сохранится до утра 23 августа, сообщают синоптики. Изменившаяся погода на побережье и опасность распространения американской белой бабочки стали основными темами планерного совещания, которое провел мэр Сочи Анатолий Пахомов. Сейчас оперативные службы МЧС и гражданской обороны следят и за пожароопасной ситуацией в лесах, и за руслами рек. Ведь в результате ливней и смерчи может произойти подтопление жилых поселков. Все подробности у Елены Овсециной. В Сочи всегда отличался непредсказуемой погодой. За последнее время предотвращено 20 возгораний, которые могли бы привести к обширным лесным пожарам. Ежедневно работают более 70 мобильных групп и 16 патрульно-маневренных. Перед администрацией центрального района сегодня развернулась мини-выставка спецтехники. Квадроцикл используется для маневренных групп, для тушения лесных пожаров. А в эти дни в Сочи, по прогнозам, ожидаются сильные ливни, гроза и формирование смерчей над морем. Возможен сход силы, резкий подъем уровня воды в реках. Глава города объявил режим повышенной готовности всем автолюбителям и руководителям предприятий всех форм собственности. Без экстренной необходимости рекомендуется отказаться 23 августа от использования автотранспорта. И так наисложнейшая ситуация на дорогах. И дождь, он ее просто усилит. Но мы прекрасно понимаем, что ливневые дожди, которые мы ожидаем завтра, они просто будут сдерживать движение транспорта. Естественно, я отдаю команду. И сегодня в КЧС мы пропишем все необходимые мероприятия, которые нужно сделать. Прежде всего, это ливневки чистить. Все городские службы перейдены на усиленный режим работы. Штормовое предупреждение будет действовать на курорте до утра 24 августа. Уважаемые жители и гости нашего города. Рекомендуем вам воздержаться от поездок на природу, особенно в устье рек. И необходимо убрать автотранспорт с низменных участков. Не выходить в море на маломерных судах. Воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости. Дабы не затруднять работы оперативных служб. Воздержаться от походов в горы. Глав сельских округов отпустили с планерного совещания, чтобы они на месте начали проводить профилактическую работу с населением. Непогода продержится только два дня. А уже 26 августа в преддверии нового учебного года запланированы субботники. Они пройдут во всех районах Сочи. Ответственным назначен первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Отдельно коснулись темы защиты зеленых насаждений. И если скверы и парки, городские территории, за которые отвечает муниципалитет, радуют глаз зеленой кроной, то на придомовых территориях собственников управляющие компании допускают преступную халатность. Там деревья оккупировала белая американская бабочка. Обрабатывать зеленые насаждения и предотвращать распространение карантинного вредителя должны в два этапа – в июне и в августе. Управляющие компании, многие из которых проигнорировали данную работу. За такую бездеятельность их ждут штрафные санкции. Управляющие компании как-то они несерьезно подходят к этому вопросу. Естественно, на всех управляющих компаниях будут составлены соответствующий административный материал с вынесением штрафов и выдачей предписаний о необходимости заключения договоров на проведение обработок. Более того, за каждое погибшее дерево тоже ответственность сложится на управляющие компании. В случае гибели зеленых насаждений или серьезного повреждения свыше 50% кроны будет рассчитан ущерб, нанесенный зеленому фонду города. Штрафы там, ущербы рассчитываются по краевому закону и они достаточно серьезные. Если жители Сочи обнаружили на своих придомовых территориях на деревьях американскую белую бабочку, то они могут сообщить об этом на номер телефона 2-41-81-49 или отправить сообщение с фотографией в WhatsApp на номер 8-918-903-08-60. Организовывайте бригады мониторинга все домовые территории, буквально всю городскую среду, все скверы парки, ну вообще все-все-все по этой бабочке. И сегодня же глава города представила на планерном совещании нового старого начальника управления по образованию науки Ольгу Медведеву. Она оставила пост краевого министра образования и вернулась в Сочи на прежнее место работы. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Пожаловаться на поборы в школах сочинцы могут в общественную палату России. Там начали принимать сообщения о незаконных просьбах и требованиях со стороны руководства школ или педагогов, а сдачи дополнительных средств на приобретение учебников, мебели и проведение ремонта. Организация «Горячей линии» связана с участившимися жалобами от родителей, учащихся на школьные поборы. Все жалобы, поступившие в общественную палату, будут рассмотрены и направлены в надзорные органы, сообщает пресс-служба ведомства. Телефон «Горячей линии» 8 800 737 77 66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы с понедельника по четверг с 9 до 18. В пятницу с 9 до 16.45. 23 августа президент России встретится в Сочи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется, что лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего по сирийской проблематике. Также в среду российский президент примет государственного секретаря Ватикана Пьетро Паралино. Ну и продолжаем выпуск. История о простых кубанцах на страницах федеральной газеты. Известия хотят рассказать всей России о жизни в Краснодарском крае. Идею о погружении в Южный регион на встрече с губернатором Вениамином Кондратьевым поддержал главный редактор издания Арсений Аганесян. По его мнению, информационная повестка в регионе не уступает в своей актуальности федеральным темам. При этом человеческие истории неоправданно отходят на второй план. У нас есть свои герои. Они есть на Кубани. Я хотел бы, потому что я сегодня отвечаю на этот регион и горжусь тем регионом, чтобы герои знала вся страна. Герои, которые на Кубани достигли высочайших результатов в труде, их должна знать вся страна. Безусловно, своими согласиями запустить совместный проект с кем-то из ведущих областных СМИ, когда мы бы брали на принципах информационного обмена. Мы, со своей стороны, брали бы то, что интересно, как раз о чем мы говорим, интеллектуально насыщенные, значимые материалы от них, и, соответственно, предлагали бы к републикации наши материалы. Обмен сегодня информацией, обмен мнениями и политологов федерального и оригинального уровня, они сделают ярче информационное пространство. Это однозначно. Партнером известий в регионе станет газета «Кубанские новости». На ее страницах появятся материалы федеральных коллег. И, наоборот, известия будут площадкой для краевой информации. Губернатору края представили концепцию создания индустриального парка в Краснодаре. Вениамин Кондратьев встретился с Габриэлем Гантнером, партнером компании Dega Development. Соглашение о намерении развития большой промышленной площадки было подписано еще на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. А уже сегодня в деталях обсудили, как будет выглядеть индустриальный парк. Планируется, что он будет включать несколько кластеров. В их числе производство сельскохозяйственных машин, деревообработка, а также медицинская и легкая промышленность. Инвестор, еще раз подчеркиваю, и российский, и зарубежный, должен понимать, что у него будут минимальные издержки и максимально быстрая прибыль. Очень важно, чтобы условия, которые мы сегодня создаем, они позволяли инвестору себя чувствовать уверенно в нашем регионе. Они позволяли им вкладывать серьезные деньги в бизнес, а еще больше интересуют новые технологии, которые придут вместе с инвестиционными вложениями. Потому что мы тоже сегодня должны понимать, что это имеет приоритетное значение для того, чтобы мы завтра ощущали, как я уже не раз сказал, себя уверенно в нашей экономике. Поэтому в совокупности позволяет искать партнеров, в том числе и вас, для того, чтобы мы смогли создать сегодня условия для успешного развития. Мы видим огромную, огромную перспективу на экспорт из России. Я вижу, что есть определенный оптимизм, определенное желание создать именно новый, новый производственный. Но мы будем стараться помогать в нашем опыте, нашу команду. И я был очень рад, если вы нам давали все необходимую поддержку. Также глава региона добавила, что сегодня фактически каждый четвертый рубль в регионе вкладывается в обрабатывающие производства. А развитие в Краснодарском крае индустриальных парков создаст новую точку роста в сфере промышленности. Южный центр пластической хирургии создается в Сочи на базе городской больницы номер 8. Открытие клиники Эста стало продолжением развития горно-климатического курорта Красная Поляна в целом и его лечебной базы в частности. Медицинский туризм – это дополнительная возможность привлечения в Сочи гостей со всей России и не только. Окончательный выбор в пользу Краснополянской больницы был сделан после знакомства ведущих пластических хирургов Москвы с ее возможностями. Операционные с современным оборудованием, диагностическая база, комфортные палаты. Все это произвело большое впечатление на команду столичных врачей, которые будут здесь работать. Ведь не только для пациентов, но и для докторов. Главное – полная медицинская безопасность услуг. До, после операции, через два месяца. Но она приехала счастливая, показалось. Валерий Якимец – пластический хирург. Стаж почти четверть века. Эти операции, уверен врач, меняют не только лицо или фигуру. Они меняют медико-социальное значение, меняют мироощущение людей. Что важно, о причине улучшения внешности его пациентов, то есть об операциях, зачастую знают только самые близкие. В пластической хирургии очень важно проводить пластические операции так, чтобы окружающие не замечали, что эта женщина оперирована. Чтобы пациентки выглядели естественно. Это очень важно. Центр пластической хирургии, по мнению властей курорта, привлечет новых туристов, людей, находящихся в поисках красоты и конфиденциальности. Кстати, появление центра именно в Красной Поляне – это часть общей мировой тенденции. Красная Поляна активно развивается как горноклиматический курорт. И практика всех горноклиматических курортов мира, она говорит о том, что на горноклиматических курортах обязательно появляются вот такие пластические клиники. Теперь здесь можно будет делать сложные эндоскопические операции, из-за которых раньше нужно было ехать в Москву или Санкт-Петербург. Пластика лица и тела – последующая реабилитация, но сначала тщательное предварительное обследование. Больница обладает большим спектром оборудования. Это ультразвуковое оборудование, это КТ-аппарат. Анжела Артемова, генеральный директор и главный врач клиники ЭСТА говорит, все высокотехнологичные лаборатории и операционные больницы номер 8 в распоряжении пластических хирургов. Уже выделены палаты для будущих пациентов. Пластические операции платные, но, подчеркивают и врачи и власти Сочи, полученные деньги будут направляться в том числе и на развитие Краснополянской больницы, где лечат пациентов с обычными медицинскими страховками. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. В Сочи легковой автомобиль столкнулся с экскаватором-погрузчиком. Авария произошла накануне на федеральной трассе в районе туристического центра «Спутник». По предварительным данным, 35-летний местный житель, управляя легковым автомобилем, двигался в сторону Адлера, не справился с управлением, в результате чего наехал на препятствие. После столкнулся с экскаватором-погрузчиком. В результате пострадал водитель седана. Возможной причиной ДТП названо несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. Больше 100 литров вина домашнего производства изъято из незаконного оборота сочинскими полицейскими. Сотрудники отдела исполнения административного законодательства в рамках мероприятия «Курорт-2017» провели рейды во всех районах курорта по пресечению незаконной реализации спиртных напитков. Особое внимание полицейских в ходе проверок к наличию у предпринимателей разрешительных документов на реализацию алкоголя, соблюдению временных ограничений продажи спиртного, а также является ли торговый объект стационарным. Так, в поселке Дагамы с сотрудниками полиции был установлен факт реализации вина на разлив в нестационарном магазине. Правоустанавливающих документов у продавца спиртного не оказалось. Всего обнаружено и изъято 58 литров вина в различной таре. Аналогичные нарушения законодательства в магазинах поселка Адлерского района. Там из незаконного оборота изъято около 70 литров вина. В настоящее время в отношении предпринимателя составлен административный материал по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время данный материал передан в суд для принятия решения по существу. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незамедленно сообщать в полицию по телефону 02. Напомню, что за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрено наложение штрафа с конфискацией продукции. В центральном районе Сочи обновятся пять детских площадок. Одна появится на улице Пластунская, а четыре – на Цветном бульваре и Чайковского. Работы по их обустройству уже начались. О том, как решаются в районе так называемые «малые дела», расскажет Татьяна Говоркова. Раньше на этом месте во дворе дома номер 179А по улице Пластунская находился продуктовый магазин. Два года назад по иску администрации и решением суда собственника обязались снести самовольный объект. Но из-за своего халатного отношения предприниматель демонтировал не все конструкции. Бетонное основание занимало 23,5 квадратных метров муниципальной земли, а торчащая из него арматура представляла опасность для местной детворы. В итоге вопрос сочистка территории решают сочинские единороссы и районная администрация. Здесь проживает достаточно много семей с детишками, которым необходимо играться. Соответственно, было принято решение по обустройству оборудования детской площадки и готовности детям безопасно играться на этой территории. Демонтированы будут и парковочные ограничители, которые установлены на детской площадке. Таким образом, ее размеры составят порядка 150 квадратных метров. Необходимые конструкции для активного досуга детворы уже устанавливаются. Завершатся все работы на следующей неделе. Раньше было здесь, вот там были раньше пески, а потом здесь эти камни тут валялись раньше, потом разобрали. По многочисленным просьбам жителей близлежащих домов старые качели и турники с площадки в сквере на Цветном бульваре убрали. Теперь здесь обновленная игровая зона. Появились современные горки, веревочные и прочие аттракционы, отвечающие всем госстандартам и требованиям безопасности. Сейчас остались только на этой площадке работы, которые покрытие именно мягкое, безопасное для детей. В этом микрорайоне еще будут оборудованы три площадки. У нас получается площадка на Чайковского 2, на Чайковского 25-1 и Цветной бульвар 10. На оборудование четырех площадок потребовалось около трех миллионов рублей. Работы будут завершены к 10 сентября. Новые площадки, безопасное покрытие и спортивные турники – все это так называемые малые дела, которые в итоге приносят большую пользу для сочинцев. Сегодня Кубань вместе со всей страной отмечает День государственного флага. Праздничные программы запланированы во всех районах. Самая масштабная по традиции – в Крыевой столице. Утром возле театра драмы собрались более 6 тысяч патриотов, чтобы принять участие в торжественном митинге. На площадь вынесли гигантский триколор размером 10 на 15 метров. Под звуки гимна стяг подняли на самый высокий в крае флагшток. Флаг – это символ страны, это праздник, это патриотизм, это любовь друг к другу, к своим ближним людям, это единение. Участники торжественного события выпустили в небо сотни шаров – синие, белые и красные. С днем государственного флага кубанцев поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор обратился к жителям края в своем микроблоге в Твиттере. День государственного флага – настоящий праздник. Наше знамя – символ свободной, сильной, независимой России. Поздравляю тебя, Кубань. Край, достойный нашей страны и день за днем, защищающий ее честь под бело-сине-красными цветами. Для гостей праздника выступили лучшие ансамбли и вокалисты Кубани. Праздник государственного символа страны Триколора отмечают все россияне вне зависимости от вероисповедания и национальности. В городах устраивают массовые праздники. Сами же граждане находят свои оригинальные способы продемонстрировать свою любовь к родине. Как приобщились к празднику сочинцы, расскажет Инга Габешия. Современный Триколор стал настоящим символом нации. Он постоянно поднят на всех зданиях госучреждений. В обязательном порядке бело-синий-красный флаг развивается на спортивных мероприятиях. Не прочь россияне использовать государственную символику и в быту. Последнее исследование в ЦИОМ показало, что делать это готов каждый второй. Число тех, кто желает вывесить Триколор на своем доме или даже носить одежду с такой символикой, выяснили социологи, растет с каждым годом и их число приближается к 50%. Патриотичная молодежь выбрала свой оригинальный и даже стильный способ признания любви к родине. К примеру, девушки сменили популярный френч на маникюр с орнаментом Триколора. Особый пик активности такого дизайна на ногтях пришелся на время проведения Сочинской Олимпиады. С таким маникюром красовались не только болельщицы, но и сами спортсменки. К слову, чтобы получить желаемый рисунок, необходим лишь один инструмент – кисточка. И, как выяснилось, для мастеров просьба сделать маникюр флаг России уже не редкость. На самом деле это пользуется популярностью, особенно в дни государственных праздников, День России, День флага, как, допустим, сегодня. В первую очередь это патриотизм, любовь к родине. Конечно, меня это очень радует, потому что я сама патриотка. И я с удовольствием соглашаюсь и поддерживаю в таком дизайне нарисовать триколор. Ярые болельщики и фанаты России уверены, сидеть на спортивной трибуне без олимпийки с триколором – совсем не патриотично. Ну а для самих российских спортивных команд костюмы с изображением флага – спутник всех важных побед. В Сочи в честь Дня флага прошли не спортивные, но праздничные мероприятия, причем во всех районах курорта. В центре вечернее празднество должна была предварить ярмарка ремесленников, продемонстрировать хендмейд-изделие. Во всей красе помешала погода. И все же, несмотря на дождь и выпавший с утра смерч, отменять ничего не стали. Как сказали сами мастера декоративно-прикладного искусства – из-за чувства патриотизма. Даже независимо от того, что идет дождь, настроение все равно веселое. Любая символика российская, то бишь флаг, герб, гимн, всегда вызывает чувства такие романтические, что ли, вот именно патриотические. И весело, и немножко грустно. Люблю, в первую очередь, свою страну, как это ни странно звучит, но на самом деле мне нравится здесь жить. Флаг свой, естественно, тоже уважаю, обожаю. День российского флага не является выходным, и, наверное, поэтому для многих остается неприметным. Но по традиции к празднику приурочена масса мероприятий. Их главная цель – рассказать о важности и значимости символов России. Что же касается самого триколора, то историки и исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета. По одной из версий, белый символизирует благородство, синий – честность и верность, а красный издавна символизировал силу и мощь российского государства. Напомню, российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже 17-18 веков в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-синя-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел». Законным же отцом триколора признан Петр I. Сам же праздник, день российского флага, берет начало со времен так называемого августовского путча. В Москве в 1991 году над зданием правительства на смену красному советскому флагу подняли триколор. Ранним утром триколор подняли и жители Адлера. Местные коллективы творческой самодеятельности плясали под народные мотивы и пели на заданную тему. Наш дух не сломим, наш народ не победим. Мы вместе Россия, вместе мы сила. Оттуда же стартовал мотопробег. Инга Габеш и Алексей Давыдов, Олег Кононов, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники Валиденталь весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте вкт.ком. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok